Следующая. Одиннадцатая задача. Одновременно бросают две симметричные монеты. Какова вероятность того, что выпадет два орла? Прежде чем решить эту задачу на элементарном уровне, я хочу показать вам кусочек теории. Две монеты, когда бросают один раз, получается два исхода. Либо орел, либо решка. Если эти же две монеты бросают два раза, то получается два во второй степени. То есть четыре исхода. Если эти же монеты бросают три раза, то получается, что мы возводим двойку в третью степень. То есть восемь исходов. И так далее. Если мы бросаем n раз, то мы получаем два в степени n. Значит, ну это вот такой кусочек теории, который может быть вам пригодится где-то дальше. Не всегда же задачи такие простые, да? Значит, итак, когда мы бросаем монету, то мы можем рассмотреть два способа. Первый способ. Вы рисуете дерево ветвлений. Итак, первый раз кинули, выпал либо орел, либо решка. Значит, ну если первый раз выпал орел, кинули второй раз, опять может выпасть орел, либо решка. Если первый раз выпал орел, то опять может получиться либо орел, либо решка. То есть всего посчитали раз, два, три, четыре, четыре исхода. Это можно было сделать проще, да? Вспомним, что если бросают монету два раза, то получается четыре исхода. Теперь подходящее нам нужно. Возвращаемся к нашей задаче. Нам надо вероятность того, что орел выпадет два раза. Орел выпадает два раза, вот на этой линии. Значит, наша вероятность, это одна линия из всех возможностей, их четырех, получаем одна четвертая, то есть 0,25. Второй способ решения этой задачи. Наверное, вам показывал учитель, и не один раз это выписать вообще все возможные события. Орел, 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 решка, решка, орел и решка, решка. Орел выпадает два раза только в одном случае из четырех выписанных и получаем одна четвертая. Значит, вот каким способом бы вы не делали, у вас всегда будет один и тот же ответ. 0,25. Как и здесь.